Ну что, ребята, не прошло и одного солнечного цикла, как я увидел, что вы наклепали нужное количество лайков, поэтому ловите продолжение упорных самолетов, как и в прошлый раз почти ничего в тексте менять не буду. Поехали. Интересный факт. Говорят, если рассечь лицо вдоль, помочиться на него и потоптаться по нему ногами, обутыми в соломенные сандалии, то с него сойдет кожа. Это услышал священник Гюдзаку. Когда был в Киото, это услышал священник Гюдзаку, когда был в Киото. Какими сведениями следует дорожить? Что? Я не шучу, тут на полном серьезе так и написано. Справедливость. Один человек из провинции Каваками ехал на чтение сутр в Дзизайн. На пароме его слуги напились и начали приставать к одному из матросов. Когда они высадились на берег, один слуга обнажил меч, но матрос схватил палку и ударил его по голове. В этот момент подоспели другие матросы с веслами в руках. Они не убили слугу только потому, что подоспел хозяин, который ничего не знал о случившемся. Тем временем другой слуга извинился перед матросами и стал успокаивать товарища. Позже, в этот вечер, первый слуга протрезвел и обнаружил, что меч у него украли. В этом происшествии прежде всего виноват хозяин, который должен был остановить распоясавшихся слуг еще на пароме. Несмотря на то, что слуга действовал неправильно, после того, как его ударили по голове, отпала всякая необходимость переносить извинения. Хозяин должен был спокойно подойти к слуге и матросу и зарубить их обоих. Воистину, это был тщедушный человек. Это такой там закон, да? Справедливо. Ни фига себе, он же терминатор. Он же терминатор? А нога? И себе тоже. Затем голова Акифуса поднялась среди собравшихся. Это произошло потому, что Акифуса владел какими-то магическими знаниями. И раз мы тут затронули колдунство, расскажу немного про всратых, в прямом смысле, монстрах из японской мифологии. Начнем. Сириме в буквальном переводе означает «глаз на заднице». Это призрак экземпляционист. Прикольный. Догоняет людей, снимает штаны и поворачивается к ним задом. Оттуда высовывается глаз, после чего они обычно падают в обморок. Или, если повезет, убегают. Как говорится, устра... Ну, он же безобидный. Просто приходит и глазик показался шоколадный. Ну, точнее, тут не шоколадный, а обычный. И побежал дальше. Ничего страшного. Как глаза велики. Вернее глаз. Каппа. О, это я знаю, это я знаю. Это водяное японский. Он называется каппа. И вроде по-японски огурец тоже называется каппа. Он похож на черепашку с желтым клювом. У него еще плешка лысая, и там еще водичка у него в плешке находится обычно. Чтобы она не пересыхала. Иначе, если она высохнет, он разосохнет и умрет. Что-то такое я слышала. Давай посмотрим. Правильно или нет? Да. Что да? Это я так слышала. Это не факт, что да. Давай посмотрим. Давай. Если вы купаетесь в речке, и вас кто-то ухватил за пол, не переживайте. Вам пиздец. Потому что вашу жопу уже облюбовал речной каппа. Для того, чтобы покопаться в вашем анусе, вывернуть его наизнанку и достать шарик. Откуда у вас в жопе шарик, меня не спрашивайте. Вам лучше, я в вашу жизнь не лезу. Но при нахождении этого шарика каппа либо съест его, либо отдаст дракону. Зачем дракону ваши анальные шарики, я тоже не знаю. Что вы до меня докопались? Бусы делают, видимо, яхазы. А еще каппа. Он может потом развлекаться с ними. Знаешь, он же дракон длинный, ему нужно много шариков, чтобы хорошо поразвлекаться. Очень дрочливый. Если каппа вызовет тебя раз на раз, по легендам ты не можешь отказаться. Но есть один лайфхак. Если перед этим жопашником выдать смачный реверанс, то и он в ответ поклонится. Да, каппа еще и очень... Я знаю, у него походу лужится, а если он поклонится, вытечет водичку. И он умрет, походу. А это будет для него фиаско. Ведь на башке у него есть какой-то жижей, которая отвечает за его силу и мудрость. В общем, у него выльется эта жижа, от чего он... Дурак, развели. Но, скорее всего, обессильев просто засыт. Потому что очкошник. А еще говорят, капы любят огурцы. Да. И пить кровь. Тоже, видимо, из жопы. Я не знаю, это японцы. Хотите, чтобы я в это углубился? Хорошо, с вас снова 150 тысяч лайков. Давай. И я сделаю целый ролик по этим японским странным тварям. Ну, а на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И до новых встреч. Мне кажется, интересно было посмотреть подборку про Якаев. Это как раз какие-то все разные существа. Типа капа, вот этот глаз в жопе. Знаешь, этот вот язонтик. Только не так быстро. Надо чуть подробнее. Ну да. Мне кажется, как-то про Якаев должно быть интереснее, чем про Бусидо, про самураев. Мне кажется, там тоже какие-то... Просто смотришь на этих чувачков и там какие-то интересные всякие истории. Я бы такое посмотрела. Наверное. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо, что за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.